Пуньк-пуньк, пуньк-пуньк, пуньк. Погнали. Ваше Величество, королю подобает иметь королеву. Прошу прощения, но вы так не считаете? Ну, наверное, да, давайте. Есть кандидатки. Так-так, сейчас посмотрим. Я советую обратить внимание на графиню с севера. Элис славится своей красотой, и вы укрепите свое влияние в тех краях. Ну, а кого вы видите королевой? Ну, есть Элис. Серпантина симпотная такая тоже, но хотя, ну, я не знаю, кто симпатичнее Серпантина или Элис. А еще есть варианты. Советник развернул список привилегированных особ вашего королевства. Да, сир, тут есть одна госпожа, зовет себя герцогиней де Огри. А, ну, давайте посмотрим. В зал пожаловал создание отдаленно напоминающего человека, и вам доставили наедине. Мадам де Огри окинула вас презрительным взглядом. Жестко. Думаешь, так просто сможешь добиться моего сердца, Сморчук? Я не Сморчук, я король. Ты не король, пока не женишься на королеве. То есть, на мне. Что ты хочешь? Ням, я люблю животных. Не, я передумал, Жених. Меня убили, короля убили, просто вот так вот. Еще разок. Погнали, еще разок. А, есть кандидатки. Так, герцогиня де Огри нам неинтересна. У нас есть серпантина, которая в целом ничего такая. Да, опять же, и есть Элис. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Серпантина таинственная. Ну, ладно, давайте Элис. Это отличный выбор. Я пошлю гонцов с вашим предложением в дом Блейков. Элис не явилась на ваше приглашение в назначенный строк. Ну и пошла она нахер. Ваши планы поженить бы на Элис не осуществились. Хорошо, у нас есть еще кандидатка, серпантина. Советник задумался и уставился в пол. Но она же безродная. Королевской особе полагается жениться на ровне. Так там отказали, там страшила какая-то. Я тут король. Ваше слово закон. Я передам ваше приглашение лично. Насколько мне известно, она живет у судовника. Ваша слуга передала, что вы хотели меня видеть. Ну в лоб. Ну рек по-пацански просто. Ам в лоб, хлобысь тебе, уходи за меня. Серпантина опешила о вашей прямолинейности. О ваше величество. Я не верю, что вы... Вы чего-то объелись? Я же безродная. Любая дворянинка... А дворянка из вашей свиты будет более привлекательной партией, чем я. Мы много пережили вместе. К сожалению, я не могу принять ваше предложение. Ваша репутация пострадает из-за меня. Да и похер. Переживу. Слух о безродной королеве быстро разошелся по королевству. Дворянство всколыхнулось против вас. Я искренне рад, что вы определились с королевой. Теперь мне предстоят приготовления к свадьбе. Позвольте узнать ваше усиление. Ну, 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 театр. Замечательный выбор, мой король. Какие вина предпочитает ваше величество? Эээ... Наши собственные. Импортные? Не надо. Собственные? Надо. Ваши винодельные представили качественные и недорогие вины на праздник. Мой король. Кажется, казна пустеет. Эээ... Ну, то продать что-нибудь? Эээ... В смысле? Ахерель там, что ли? В смысле? Мой перстень продали? Ну и ладно. Ну и пусть с ним, как бы, с перстнем-то с этим. Все приготовления к свадьбе завершились и началась церемония венчания. Поцеловать. Серпантина, которая совсем недавно была кошка, теперь ваша королева. А вот такая вот судьба-то изменчивая. Раз уж ты, мой супруг, может, повеселимся. Поэтому повеселимся. Повеселились в гуще толпы, пока вас за плечо не хватает морщинистая рука. Фабиан. Поздравляю, Эйхард. Старый плут нашел себе молоденькую жену. Хе-хе. Спасибо. Фабиан поклонился и сел за общий стол. Тот противный маг. А-а-а. Пускай играет старый. Вы уговорили серпантину простить дряхлого старика. Вы не понимаете, почему... А, вы не понимаете, почему с вами никто не общается. Гости сбили скучки и разговаривают, не обращая внимания. А-а-а. Ну давайте... Да мне вообще король, мне насрать, что-нибудь там. Вы можете быть самим собой и это успокаивает. Время проведенное излечит вас в одиночестве. Да. Это сердечко, между прочим. Дамы и господа, плюс одна жизнь. Я теперь не умру сразу же. Вам предложили попробовать экзотическое блюдо. Пи-бим-пап. И оно оказывается крайне острым. У вас выступают слезы. А-а-а. Хм. Выглядело неприлично, но те, кто попробовал, вас понимают. Ну правильно. Я же задаю моду, я король. А-а-а. Вы присытились изысканными блюдами и захотелось простой, знакомой пищи. Тут, как тут, кто-то из лук подал нам вареное яйцо. Ладно. Мы просрали сердечко. То ли яйца, то ли чего-то у вас резко прихватило живот, и вы умчались, похоже, в место на несколько часов. Мой король, может, подтанцуем? Ну, давай, подтанцуем, родная. Серпантина радостно запрыгала перед вами, и вы ненароком вспомнили, как она была кошкой. Вы кружились в станции и замечаете, как картинка перед вами превращается в сплошное цветное пятно. Вертолётики, получается, у нас появляются. А-а-а. Кружится сильнее. Вы полностью отдались веселью, и всё прошло хорошо. Отлично. Смотри, это же Эрврюс. Выпьешь со мной? Ладно. Вы выпили несколько бутылок лучшего вина и сами не заметили, как оказались в королевских покоях. Выпочивальню я прочитал. Я оплачиваю. Я оплачиваю нашу ночь. О, в боги. Я так устала. Выпочивальню. Вы возлегли со своей королевой. А что было там, мы пока что стали за кадром. На следующее утро вы проснулись рядом со своей королевой. Поваляться в постелях. Вот, блин, так бы три сердечка было. По ощущению, у вас лучшая в мире королева. Ну да, конечно, конечно. Та лохушка не приняла наше приглашение. На старость жениться, ну, не очень хорошо. А серпантино впал не себе. Закрыт пути королевской асфальпи. Делегация Южан. Ваше Величество в замок привела делегация Южан. Что прикажете делать? Встретить с почетом? Вы устроили помпезный прием и повысили авторитет. Вот и корона вернулась. И уже не важно, что я женился на безродной. Зато она, она вот близка к сердцу. Вот, вот и все. В честь приезда послов устроен пир. Собираются дворяне и послы Южан во главе с Сергио. Вам необходимо присутствовать. Ну, какая люка... Да ну! У! Вас одели по последнему писку моды, но корсет затянули слишком сильно, и вы потеряли сознание. Серьезно, я такой вялый король? В разгар веселья из-за стола рядом с вами поднялся Сергио. Он желает обратиться к вам. Сначала, брат, веселье. Потом диалоги будем делать. Ваш жест остановил Сергио. И тот ненадолго присел. Однако, скоро обратился вновь. Спасибо за пир. Но мы перешли не развлекаться. Мы перешли истребованием. А, выслушать. Если вам, мой дорогой, вашу миру королевство, я требую вернуть земли, которые ваш отец отобрал. Суэли. Наша армия уже на пороге у вас. И если вы не согласитесь, крепость долины падет, а за ней все ваше королевство. Так, ну сразу же войну тогда. Ну, раз он не угрожает, пошел в жопу, тогда война. Сергия резко достает из-под мантия арбалета, направляет на вас. Хрена себе. И тогда умерите. Защитить себя, защитить честь. А какую честь? Честь. Вы стоите в гордой позе, но в последний момент торек сбивает вас с ног, плечом и ловит арбалетный... Торек красавчик! Торек вообще мужик! Попытка покушения не удалась. Отряд южан бежит проще стройного зала. Стража схватить южан и казни. Ну, конечно, нихерели, что ли. Стража обнажила мечи и ринулась вслед за южанами. Остальные гости в недоумении смотрят на вас. Чуть не умер. Ну, с кем не бывает. Ого, я корон-то накопил. Король-шутник. Ваша речь развеселила гостей. Вы даже повеселились на перу, пока советник не посоветовал вам уйти в безопасное место. Вы корон-то собрали, прикиньте. Ну, чтоб сердечек столько собрали. От произошедшего у вас звенит в ушах и вам не уснуть. Да, в мыслях какая-то каша. Почитать книгу. После первой строчки вы увлеклись узорами ногобеления. Какая же мастерская работа. Нормально. За дверью послышался звук боя. В щель вы увидели рыцаря, облаченного в южные доспехи, разносящего вашего охрану. Так, 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 так. Оценить. Выглядит опасно. Теперь пора взвесить и действовать. Логика. Мастер маскировки. Вы притворились стойкой с одеждой. Рыцарь не заметил вас в темноте. За спиной рыцаря появляется торок и наносит смертельный. Торок очеренный мужик. Ну, просто. Это не мужик. Это... Ну, я его советником бы сделал. Личная охрана, телохранитель. Торок, спасибо. Мужик. Он мой король. Боюсь, Сергий удалось скрыться. Часовые на воротах башни убиты. Покушение было спланирано крайне тщательно. Черт, я поделить торок. Как это произошло? Прошу прощения, ваше величество. Должно быть покушение готовили уже несколько месяцев. Мы потеряли лучших людей. И что теперь? Перемирию пришел конец. Я немедленно разошлю гонцов для сбора войск. Ну, давай. Там же у меня какие-то дурочки собирали войска. Вроде бы. Торок удалился у строев. Утроев. Чуть-чуть у меня с чтением сегодня троечка. На следующий день все королевство знало о начале войны. Ну что ж, куда мы двигаемся? Что за росшая стена? Окей. Отдыхая на лавке в саду, вы засмотрелись на ветхую, обитую, обитую плющом стену замка. Вам не показалось. В некоторых местах ее укражают затертые символы. Осмотреть все самому. Вы протерли стену рукавом и заметили три символа, каждый из которых расположен на отдельном камне. У вас складывается ощущение, что если нажать на эти камни... Ой, что на эти камни можно нажать. А на какой камень нажать? Ну, давайте с камушком. Камень остался нажатым, и из-за стены, из соседней части стены послышался звук какого-то механизма. У соседней стены, из-за которой послышался звук, обнаружились еще три камня с символами. Ну, с камушком. Камень остался нажатым, или нажатым, нажатым, и из-за домика садовника послышался звук механизма. А камень с камушком. Стена с домиком начала медленно опускаться. Вам открылся тундук. С тремя тундуками, полными драгоценностями. Кладоискатель. Еще? Да у меня нету столько корон. Я просто их получаю, 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 получаю. Места для них не хватит. Камни вернулись. Так, давайте еще раз. Значит, мы нажимали с камушком, теперь попробуем нажимать с зачарованными вот этими. С меткой зачарованных. Это со стрелой, это с зачарованными. Так, отлично. И еще с зачарованными поехали. Вода резко слилась в фонтане. Так, ну пойдемте. Засучив рукава, вы начали спускаться. Ой, я вверху забыл прочитать. Вы спустились так глубоко, что солнечный свет сюда почти не добирался. Пришлось даже вернуться и взять факел. Идти. Теперь вы отчетливо слышите хруст костей впереди. О, мистер Дудец. Вы затаились и вгляделись в темноту. Впереди пристала причина похрустывания, и у вас перехватило дыхание. Следующий проход охраняет оживший скелет в ислевших останках одежды. А, ну давайте тихо осмотрим. Скелет бродит по небольшому радиусу и сильно хромает на одну ногу. В правой руке у него поблескивает ржавая дудка. Ну напасть? Бежать-то куда? Вы бы страшно достали свое оружие и приготовились к бою. Череп скелета беззвучно двигается, изображая боевой клич. А костлява рука замахнулась для удара. Увернуться. Мы увернулись и кажется скелет расстроился. Ну ты бедняга, ну хорошему не расстраивайся. Ну, попадешь по мне в следующий раз. Скелет продолжает проявлять агрессию и делает размашистый удар своей рукой. Ой, дудкой. Так, а... Свой меч. Ну вот, скелетик, видишь? Вот, и все, и попал, и я погиб. Так, а мне нужно все смотреть? А, блин, вообще все заново. Блин, ну ладно. Так, нажать сюда. Нажать сюда. Нажать сюда. И драгоценности есть. Попробовать еще раз. Давайте попробуем со стрелами посмотреть. У соседней стены еще камни. Со стрелой. Вы подошли к стене, обитой виноградником и изрешеченной круглыми отверстиями. Внизу оказалось еще три камня. Нажать. Блин. Вы услышали резкий звук, а из отверстий в стене вылетели стрелы. Две из них оказались в вашем теле. Так быстро умереть, это надо было постараться. Ну ладно, хорошо, значит поняли. Со стрелами мы не идем, с камушками там денежки у нас. Все, денежки мы быстро получаем. Отлично. И, значит, идем на тайник зачарованных. Вот сюда. Вот сюда. Может стражу тогда спустить? Давай попробуем. Вы послали двух человек, но они так и не вернулись. Больше никто не изъявляет желание идти. Ну ладно, сами пойдем. Да что ты дюжина, дюжину тоже заколбасит. Так, идти скелетон. Сразу же, сразу же напасть. Напасть. Увернуться. Есть. И пригнуться. Штаны на вашем царском задустреском провались. И скелет беззвучно засмеялся перед... Что, смешно, да? Смешно. Скелет неудачно встает на хромую ногу, и вам удается отскочить ему за спину. Так, отбить руку с дудкой. Рука с хрустом отлетела в стену. И порубить на кусочки. Скелет остался безоружен, теперь он пытается нащупать на полу свою руку. Благодаря вашим усилиям вместо скелета осталась горстка костей. Перед вами стена, которую старательно охранял скелет. Осмотреть. Заросшая мхом каменная стена. Больше ничего особенного. Пощупать. Вы нащупали небольшое круглое отверстие, но не успели рассмотреть, что внутри. За вашей спиной послышался хруст костей. Скелет собирается вновь и поднимает с пола свою дудку. Да чтоб тебя. Даже в темном... В темноте вы нащупали деревянный стол. Трин... Ха-ха. Скелет посмеялся. Итак, щелкая костями. Скелет ковыляет вам настолько быстро, насколько позволяют его истлевшие кости. Сразу в череп бьем ему вхлебало. Черепушку сорвало позвоночника, и та отлетела в сторону. Отличный удар. Скелет присел на корточке и пытается нащупать в темноте свою голову. Жалкое зрелище. Давайте поможем ему за честный бой все-таки. Вы протянули скелету его череп и стали ждать. Невольно кряхтя он принял ваш дар и перестал нападать. Бэм! Вот так вот. Делайте добро. Поняли? Заветная дверь наконец перед вами. То есть он такой благородный. Решил, что стоит меня пустить. Что я его благородно победил. Не дал он типа снова умереть. Один раз дал. Вы нащупали небольшое круглое отверстие с ображением трикверта. Трикверта. Внутри. Сюда было бы отлично подошел перстень, которого у вас нет. Да, блин! Продали перстень же. А вдруг там какие-то драгоценности, еще что-то. Эх, 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 жаль. Куда мы идем? Так, это вот мы знаем. Видимо, нам уже нужно воевать. Время воевать. Между нами южа. Не попадаешь. Так, надо немножечко попить, чтобы мочь разговаривать. Вот сюда только. Поход на южа. Все, пойдемте им ломать головы. У нас, правда, одно сердечко, зато куча рун. Мой король. Все войска севера и запада собраны. Мы готовы выступать. Ля, давай потом, а, брат. Я еще не отдохну. Ну, конечно, выступаем. Торак собрал совет и началось обсуждение плана битвы. Плохие новости. Южане взяли крепость долины. А что с защитниками? По слухам, они смогли укрыться в таверне. Алкоголики, да? Все вокруг закивали, а Торак взял слово. Пришло донесение. Сейчас авангард южан движется через поля прямо в направлении замка. Сколько их? Столько же, сколько нас. Их стрелки вооружены отличными луками. Но нет ничего сильнее старого доброго меча. Согласен. Что будем делать? Торак развернул карту восточных земель и стал... Ой. Кладить по ней пальцем. Мой король. Нам необходимо объединить силы с аббатуром. И дать бой на открытой местности. Наш численный перевес решит исход войны. Так она же одинаково же у нас. Ну давай, похер. Погнали. Если что, переиграем. Через несколько часов прибывает макграф Аббатур со своими отрядами. Для обсуждения стратегии совет собирается вновь. Участвовать в совете обязательно. Собрались Торак, Аббатур и Александр. Ваше Величество. Позвольте мне с конницей пойти по флангу вместе и смести лучников. Мы разнесем их в клочья и выиграем бой. Нет. Обойдешься. Александр стиснул зубы от злой стены. Так, наверное. Но воспитание не позволило ему перечить. Правильно, не уебуемся. Ваше Величество. Позвольте мне командовать войсками. Я воевал в этих краях и знаю местность. Я сам буду командовать. Вот, еще корона, но у меня уже места для корон нет. Я назову эту часть повелительный повелитель. Наверное. Пришло время выступать. Командиры повели свои отряды в боевую готовность. А слуги облачили вас в доспех и привели коня. Вперед. Знамена южан замелькали вдали. Среди стройных рядов врага вы заветили очертания катапульты и приказали отрядам остановиться. Катапульта сделала Зайл. Камень пролетел по направлению к вам. Мне вообще похер. Вот, еще корону дали. Вы твердо стоите на ногах и вызываете уважение воинов. Камень уже у вас над головой. Нет сомнения, он ударится где-то рядом с вами. Ударится и ударится. Крутой. Вон сколько корон. Камень упал в метре от вас. Вы бесстрашно плюнули в него, чем вызвали невиданное чувство гордости среди с... Боевой дух. Вот что важно поднять. Началась битва. На вас несется разрозненная толпа, южан. Держать строй. Сомкнутые ряды воинов не понесли потерь. Маленькая победа. На короткой дистанции показывается отряд арбалетчиков. Поднять щиты. Ой. Войны прислушались и поймали прямые выстрелы арбалетчиков своей грудью. Понятно. Но мы переиграем. Ой, господи, все заново. Я готов выступать. Что с защитниками? Так, давай алкоголики. Что будем делать? Великолепный план. Участвовать в совете. Ты слишком мал. Победу войска в бой. Все. Вперед. Блин, если каждый раз тут проигрывать, мы, конечно, дофига можем. Держать строй. Обязательно. Щиты прямо перед собой. Арбалетные болты застряли в щитах. Ни вы, ни отряд не получили урона. На вас несется конник южан. Вопящий что-то невнятное. И убью тебя вот так вот. Обнаженное лезвие на дому головы не предвещает ничего хорошего. Нагнуться. Есть. Вы прижались к седлу, и удар южанин начеркнул вам по вашему шлему. Нас атакуют с обоих флангов. Черт возьми, сделайте что-нибудь, иначе мы проиграем. Скачем. Александр окликнул... Ой, прошу прощения. Вас преследует конный рыцарь. Его меч почти достал вас. Ударить коня. У вас получилось обрезать рыцарю по воде, и конь противника потерял управление. С одной стороны, несколько врагов спасаются бегством, и с другой, плотная толпа лучников и других воинов. Да, я так и знал, блин. Блин, все переигрывать опять. Ну ладно, это быстро. Не, ну это, конечно, это, конечно, интересно. Очень жаль, что у меня куча корон. Хотя нет, ну это не жаль. Очень жаль, что у меня всего лишь одна жизнь. Это прям вообще капитально плохо. Потому что если я проигрываю... Ну корон-то я набираю, вон она сколько. У меня уже просто... Так, держать строй. Щиты перед собой. Нагнуться. Линия жизни вот у нас такая идет. Ударить коня, все было хорошо. Пришпорить. Враги гибнут под копытами вашего коня, пока одинокий копейщик не пронзает его. Вы к убырем катились... Катите... Катите, что такое? Катитесь по полю боя. Вас окружили южане. Круговой удар мечом. Вы закрутились вокруг своей силы, у вас помутнело в глазах. К счастью, вам подоспел Аббатур. Аббатур тоже неплохой мужик, в принципе. Вы сражаетесь спиной в спине к Аббатурам, пока семеро грозных рыцарей не расталкивают вас по сторонам. Дать отпор. Аббатур улыбнулся и подал вам руку, но в тот же момент его тело пронзил клинок. Ваш подданный упал перед вами, а проткнувшего его рыцарь ринулся на вас. Так, надеюсь, это новая глава, и нам не придется перегривать все. Аббатур жалко. Пиздатый был мужик. Рыцарь держит руки за спиной, что не видно его вооружения. Однако его стойко говорит о том, что он готов защищаться. Кинуть мне его чем-нибудь. Вы срываетесь с пояса, кашель с монетами, кидаете им в рыцаря. Роцеп монет ненадолго сбивает рыцаря с толку. Извиняйте. Рыцарь, вот пока он монеты и смотрит, надо его просто бить. Поэтому подбежать и ударить. Да твою мать, серьезно? Все сначала? Кошмар. Просто можно было еще переиграть. Вдруг бы жизни получили. Столько раз. Великолепный план. Вообще, план огонь. План огонь, я умираю третий раз. Но зато получаю кучу корон. Знаю, как получить кучу корон. Стоять, стоять и все. Держать строй, мужики. Щиты прямо перед собой. Нагнуться. Скачем. Ударить коня. Все верно, да. Потом пришпорить. Это я помню. И круговой удар мечом. Дать отпор, конечно же. Ой. Ой. Это же новое. Такого не было. Рыцарь приблизился к вам. Только сейчас вы осознали, что враг выше вас почти вдвое. За спину, конечно. В решающий момент вы перекатываетесь и пытаетесь протиснуться к рыцарю между ног. К его удивлению, вы там застряли. Громила схватил вас за шкирку и смеется, брызгая слюной. Ударит руку. Где бы сердечко-то хотя бы одно найти, чтобы все заново не переигрывать. Да, это переигрываем миллион раз называется. Не, ну битва такая. В битве вот как легко помереть. Ну ничего, мы справились. Держать строй, мужики. Щиты перед собой. Нагнуться. Скачем. Ударить коня. Пришпорить коня. Враги гибнут под копытами. Все верно. Круговой удар мечом. Мне кажется, если я буду лежать на земле, меня убьют сразу же. Давайте попробуем. Аббатур отчаянно защищает вас и убивает рыцаря одного за другим. Но все равно дать отпор придется. Ну твою мать, а. Так. Рыцарь приблизится к вам, а только сейчас вы осознали враг выше вдвое. Биться сейчас. Да блин. Ну почему так-то? Ну какой херен, блин. Блин, какая игра. Какая игра. Я, конечно, могу все вырезать. Я, конечно, могу все вырезать и просто показать идеальную распальцовку вот этого всего. Как идеально всех побить сразу же с одного раза. Но это, мне кажется, будет нечестно. Ну хотя и нечестно, что у меня одно сердечко. Еще и так далеко, как бы мы заходим, что каждый раз нужно по миллионам. Ну раз. Дать отпор, конечно. Еще новое, третье. Перед вами рыцарь с щитом и булавой. Он следит за вами и ждет, когда вы отвлечетесь, чтобы нанести сокрушительный удар. Сокрушающий. Неважно. Щит и булава. Ну щит я вряд ли сломаю. Атаковать нет, бежать. Так. Сейчас, короче, проматываю вот это все начало. Заново. Новые картиночки. Вашим противникам становится рыцарь с двумя короткими мечами. Его доспехи легче, чем ваши, но защищены меньше. Ааа. Витью в защиту. Вот так вот быстро. Еще разок. И так новое. Капец, сколько там рыцарей. Типа я с каждым буду каждый раз? У меня одно сердечко. Мы так миллион лет будем играть. Вас атакует рыцарь с длинным украшенным копьем. Украшенным. На маскарад вырядился, блин. Посмотрите. У нас война, он с украшенным копьем. Ааа. Держаться дальше. Да твою мать. Следующий рыцарь. Так вот. Вы крепко сжимаете меч, готовясь к бою. Но тут рыцарь начинает просить вас сдаться без боя. Че? Дерись тряпка. А рыцарь умоляет не бить его. По его словам матушка расстроится, если увидит следы побоев на его. Да плевать. Давай. Я тут, блин, меня 4-5 раз уже убили. Рыцарь достал сверток с рисунком и умоляет взглянуть на изображение своих детей. Биться давай. Рыцарь отчаянно и наигранно вздохнул. Рыцарь пытается сделать укол, но выходит очень медленно и коряв. Ну наконец-то у нас какой-то лох попался. Посмеяться. Вот ублюдок. Вот ублюдок. Просто, просто мразь. Возрождаемся. Перерождались. Переродились. Да. Переродились. В вашу сторону движется рыцарь и делает техничные движения лебарды. Еще и с лебарды какой-то есть. Господи, ну что такое? Перерубить лебарду. Перерубить, а кованная древка не вышла, но хотя бы вы отбили удар. Уже неплохо. Рыцарь размахивает лебарды как бешеные. Вы вне зоны поражения, но приближаться слишком опасно. Дать ему выдохнуться. В конечном итоге враг и правда устает от бесконечных ударов. Теперь вы можете сблизиться. Рыцарь оперся на лебарду и ожидает вашего приближения. Сближаться зигзагом. Вам удается уклониться от удара сверху, но как только вы подходите к врагу, то получаете удар древком в промежность. Это больно. Но не смертельно же, сука. Вы действительно умерли? Даже с королями такое бывает. Еще разок. Даю отпор. О, с длинным украшенным копьем. А я не помню. А я не помню, серьезно. А я не помню, что было уже. Рыцарь с длинным украшенным копьем. Держаться дальше. Да ну нахер! Так, короче, смотрите, я нечаянно вышел. И прошел... Сохранение было с королевской свадьбой. У меня осталось два сердечка. Вот, два. Два, это хорошо. Я готов выступать. Что с защитниками? Алкоголики. Все стандартно. Сколько их? Что будем делать? Все, правильный план. Короче, и еще. Если случайно нажать предателю веселения, мы получим еще одно сердечко. Все. Вопрос вообще решен. У нас три сердечка. Я сам поведу войска в бой. И мы... Ну, все. Мы готовы. Мы готовы рвать и метать. У нас куча корон, куча сердечек. Я вообще готов сражаться с кем угодно. Держать строй. Щиты прямо перед собой. Это мы все знаем. И нагнуться тоже в курсе. Скачем. Ударить коня. Нам остается добить только одного чебурека, который вот сейчас на нас нападет. Вот, вот этот. Но у меня три сердечка. Не одно. Хотя бы не с первого раза сдохну. Рыцарь держит руки за спиной, что не видно его вооружение. Однако его стойко говорит о том, что он готов защищаться. Кинуть в него чем попало? Это мешочек с деньгами. Несколько бомб и готовится кидать. Так, мы по-моему сдохли там. Значит, уворачиваемся от бомб. Бомбы летят медленно, и вы успеваете отбегать от взрывов. У рыцаря кончились бомбы, и вам удается подбежать к нему на расстоянии удара. Тут он сунул руку в нагрудную сумку, и что-то оттуда достает. Проткнуть его мечом. Рыцарю было нечем парировать удар, он истекает кровью. Рыцарь ранен и просит пощады. У нас война. К сожалению, рыцарь, вам придется получить мечом. Вы обезглавили рыцаря, а Батур отомщен. Да, это тот, которого, ну, видимо, загасил Батур. Да, все-таки Батур мертв. Что-то идет не так. Вокруг вас уже больше южных войнов, нежели ваших. Небо над вами резко потемнено от летящих стрел. Заползти под тела. Играем выжившего. Торак обнаружил вас в странной позе среди тела солдат, но вы хотя бы остались целы. Мой король! Нас окружили! Как это, Торак? Торак тяжело дышит, и не может сказать ни слова. Ну, давайте бьемся. Боюсь, у нас не осталось резервов. Битва проиграна. Врываемся из окружения. Получен достижение проигравшей. Вы слышите, как ваши воины кричат о поражении и отступают в сторону леса. Конный отряд Александра перестал вас прикрывать и бросился впрочь. Вы отступили и проиграли генеральное сражение. Это позволило армии южан беспрепятственно пройти через ваши земли и захватить замок. Многие ваши сторонники отвернулись от вас. И даже ваш двоюродный брат Александр. Открытые пути, закрытые пути. То есть все? Конец? Крестности замка. Не конец. О, я на коне. Окрестности замка. Ваша войска разбила лагерь в лесу, близ захваченного замка. От этого зрелища на вас накатила грусть. Собрать совет. Вы дали распоряжение собрать всех командиров Торека в вашем шатре. Командиры пока не прибыли, так что вы пытаетесь занять себя чем-нибудь. Аааа. Пересчитать стулья. Почему вы не подумали об этом раньше? На всех не хватит стульев. Вы срочно приказываете принести еще и получите корону. Класс. Наконец, все в сборе. После горячего обсуждения дальнейших действий Торек оглашает план. Слушать. Вы промолчали весь доклад и зашли за умного. Подытожим. Время не в обрез. Пока южанам не прошло подкрепление, наша главная цель отбить замок и разобраться с Александром. Александр нас предал? Я думал, он просто типа ушел. А он предал? Наша тактика. Александр хочет взять замок первым. Ага, ублюдок, ублюдок. Мы воспользуемся этим и пойдем в атаку, когда он начнет штурм. Убьем зайца двумя ударами. Не так же говорится. Точно. Двух зайцев одним ударом. Простите, Сир. Подытожим. Время не в обрез, пока южанам не пришло подкрепление. Это да. Наши силы. Верно подмечено, ваше величество. Мы вступаем по силам, пока нужно укрепиться, чтобы иметь преимущество в решающей схватке. Вы вспоминаете, чтобы найти кого-то. Подытожим. Время не в обрез, пока к южанам не пришло подкрепление. Наша главная задача отбить замок и разобраться с Александром. Начнем подготовку. Торок и гвардейцы вокруг переглянулись. Вы почувствовали, что эти люди действительно верны вам и пойдут с вами до конца. Командиры одобрительно кивают и расходятся выполнять поручения. Вы с Тороком тоже выходите на свежий воздух. Ну что ж. Торок осматривает палатки и делает в уме какие-то подсчеты. Я пошлю гонцов во все земли и мы призовем к оружию еще людей. Правда, будет лучше, если вы лично призовете союзников к оружию. Попробую. Рад слышать, что вы не пали духом, ваше величество. Я займусь укреплением лагеря и подготовка к осаде. Отправиться за союзниками. Самые боеспособные солдаты из остатков вашего войска собраны. Это будет ваш первый отряд. Еще... О, не. Это мы не заканчиваем. Это мы не заканчиваем. Нифига. Это не финал. Еще точно будет одна часть, а возможно даже и две. Потому что здесь ходить не переходить. Жестко. Ладно. Тогда прервемся и в следующей части захватим замок. Я думаю, что я соберу всех вообще, кто только можно, чтобы разобраться со всеми уродами, которые нас предали. Теми уродами, которые устроили в замке вот такой погром. Кошмар. Кошмар. Спасибо, что посмотрели эту часть до конца. Спасибо, что подписались на канал. Пишите комментарии, ставите лайки. Это очень важно. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok